Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем сборку нашего панциря. Прочитал я все ваши комментарии по поводу того, что я сделал. Ошибок у меня много, как оказалось. Итак, исправление ошибок. Держатели, огнетушители я сделаю черного цвета. Как мне комментировали подписчики мои, сиденья я перекрашу в черный цвет. И, соответственно, держатели, вот эти механизмы защелкивания ремней безопасности я тоже перекрашу в черный цвет. И заднюю часть я перекрашу не в такой светло-серый, а перекрашу в темно-серый цвет. Далее коврики уберу вот эту вот запыленность. Будет такую достаточно неестественную. Как говорили многие, в принципе, с этим согласен. И перекрашу их в rubber black, в черную резину, которая у меня есть. Надеюсь, черный цвет этот и rubber black будут отличаться. И по поводу вот этого корпуса, на который все это установлено. Я прекрасно понимаю, что кабина, когда красится, она красится целиком вместе с нижней частью. То есть вместе внутри. Вся кабина. Если она белая, значит она красится целиком в белый цвет. Если она коричневая, не знаю, бежевая, значит в бежевую. Зеленая, значит зеленый. Весь металл должен быть зеленый. Но я смотрел много фотографий. И практически на всех фотографиях внутренняя часть салона черная. Скорее всего кабина, да, если это панцирь белый, арктический, значит должна быть белая. Но либо здесь все это обшито пластиком, либо здесь обтянута кожей. Фотографию, в принципе, я одну из фотографий прикладываю. Мне один подписчик мой прислал эту фотографию. Покажу вам ее сбоку экрана. Поэтому я решил эту часть делать черной, а не в цвет кузова. Потому что внутренняя часть я видел на многих, еще раз повторю, на многих машинах черным. Закрашена, либо закрыта пластиком, либо закрыта не кожей, а кожзаменителем. Поэтому остается черным. Да, сам салон будет серый. Крыша серая, обшивка по кругу тоже черная, но я ее сделаю темно-серой. Черной не очень хочется делать. Вот, есть темно-серая, есть черная. Фотографии такие тоже присутствуют. Есть, конечно, какие-то ГОСТы, но все цвета, которые присутствуют в той или иной машине, они варьируются от того, кто вообще водил эту машину и, соответственно, кто что видоизменял в этой машине. Поэтому я думаю, что определенных цветов, как-то каких, есть конкретные цвета по ГОСТу, которые мне сказали на огнетушителе, должны быть держатели такого-то цвета. Сидение, возможно, да, сидение, звезда, наверное, немножко переборщила с расцветкой, но я делал по инструкции, буду переделывать, сделаю более темными, сделаю, вот как я говорил, черным, ну, вы сами слышали. Ну что, друзья, кабину я переделал. Как вы видите, все необходимые изменения, которые я вам рассказывал, я сделал. Итак, повторим. Я изменил держатели, цвет черный, оставил только красные кнопки. Я изменил цвет сидений, теперь у меня черная кожа с серой подложкой. Соответственно, я изменил здесь цвет задней части, заглушил, сделал темным. Я изменил коврики, коврики я задул в Rubber Black. Итак, это краска XF85, резина. И я изменил огнетушитель. Сделал черные держатели, как вы писали, и сделал маркировку. Я сделал их из двух декалей, нашел белую подложку, вырезал, квадратик приклеил. И также нашел надписи, которыми, естественно, они не читаются, потому что там настолько мелкий шиш, что непонятно, что написано. Ну, по крайней мере, выглядит, как маркировка на огнетушителе. Ну, вот так вот. Так что продолжаем сборку. Надеюсь, этот вариант выглядит более реалистично, чем тот, который был. Далее на кабину нам надо установить борта, то есть заднюю часть, две половинки дверей, точнее, проемов от дверей и носовую часть. Но для того, чтобы установить заднюю часть, мы ее примерим. Здесь у нас есть, как видите, вот толкатели, следы от толкателей. Да? Вот их четыре штуки здесь. Нам надо сначала посмотреть, встает ли это все, и где находятся будут эти толкатели. Вот мы устанавливаем свои пазы, и здесь нам видно, что один толкатель и второй толкатель, они будут видны, а остальные два толкателя, они ушли туда вниз, под деталь. То есть их видно не будет. Соответственно, трогать мы их не будем, потому что нет никакого смысла их обрабатывать, они спрячутся. Будем обработать только вот эти два толкателя, уберем их. Так, далее нам надо примерить вот эти две части, которые пойдут вот сюда. Это тоже элементы корпуса, элементы кабины. Они должны здесь стоять вот сюда, вот ставиться. И, по большому счету, при установке этих элементов, мы увидим, что встают они ровно идеально. Сюда, значит, давайте их сначала приклеим, а потом примемся за обработку с задней части кабины. Я вам предлагаю. Постоянно примерять детали, для того, чтобы сходимость была хорошая, для того, чтобы ничего не упустить. Вот видите, все сходится. Соответственно, детали были установлены верно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, сложность моей ситуации составляет. Стоит в том, что непонятно, в какой последовательности красить и устанавливать заднюю стенку и вот эти две боковые панели. Потому что я хочу двери оставить открытыми, вот, сделать их открытыми. Соответственно, мне надо здесь установить петли, закрасить вот тут вот окантовку, где у меня будет голый металл в белый цвет, потому что внешняя часть будет белая. И когда дверь будет открываться, она же не будет здесь пластиком. Естественно, она здесь должна быть белая. И вот эта вот прокладка, которая здесь есть, она должна быть черной. Уплотнитель вот этот вот, который есть в машинах. Поэтому, как красить, пока не знаю, думаю, скорее всего, для того, чтобы правильно спозиционировать, правильно покрасить, я сначала отдельно покрашу заднюю стенку, установлю ее. И после этого буду смотреть, в какой последовательности что делать или что красить. Если вдруг у меня на этом будет затык, я перейду сразу к носовой части, к фасаду КАМАЗа. Вот, буду делать его и пока буду думать, каким образом делать мне эти петли. Потому что здесь эти петли, здесь есть петли, вот они. Походу, мне их придется срезать. Пока вот такие вот у меня мысли. Соответственно, начнем делать потихонечку, пункт за пунктом. И аккуратно соберем кабину. У меня такое ощущение, что мне придется каждый элемент кабины красить отдельно, а потом отдельно устанавливать. Чего очень не хочется. Ну, давайте, может быть, этого и не произойдет. Может, будет все проще, чем я думаю. Вот сюда у меня будет садиться боковая панель. Вот она. И для того, чтобы не закрасить место стыка, я просто сразу ее сейчас отмечу и закрою скотч. Вот здесь, по этот момент, где я отмечаю карандашом, будет скотч. И краска, ни краска, ни грунт лечь не должны. По большому счету все очень просто. Друзья, я просто замаскировал места соединения. Для того, чтобы можно было спокойно, легко потом поставить. И ни краска, ни грунт не мешали. Да, я немножко заморочился, но думаю, это намного будет чище, чем если бы я этого не сделал. Нам нужно изготовить механизм, вот этот, для того, чтобы кабина была откидывающейся. И здесь это делается в комплексе. Но для начала я сделаю вот это. Посмотрим, как у нас это получится. И после того, как, наверное, скорее всего, я борта кабины соберу, то переверну кабину и попробую сделать оставшиеся элементы. То, что сейчас это делать неудобно. Вот. А на самой кабине, когда борта будут готовы, мы можем просто перевернуть и спокойно она будет как раз на возвышенности и спокойно этим заниматься. Вот. И вот такие вот есть у нас две детальки. Вот они. Это и вот это. Попробуем все это изготовить. Вот они, эти элементы. Только почему-то здесь их 4 штуки. Ну, может быть, где-то еще есть. Они применяются. Либо данные с запасом. Срезать вот здесь вот эти пупырышки. И отделить вот эту нижнюю ножку от основания. Надо просверлить отверстие диаметром 0,5. Главное просверлить ровно, чтобы сверло вышло с другой стороны. Именно в том месте, в котором нужно. Ну, в общем, делаем настой, страх и риск. Ну, ура! Да, надеюсь, что я держу сверло ровно. Да, друзья, вроде вышло как надо. Субтитры сделал DimaTorzok Кончики штифта я загибаю для того, чтобы со временем он нечаянно не выскочал. Клеить его здесь нельзя. Ну, а загнуть никто не мешает. Вот, получили второй элемент. Еще раз объясняю. Я вот тут зажимаю для того, чтобы штифт этот не выскочил, не дай бог, потом впоследствии. Потому что клеить штифт нельзя, он должен быть в свободном движении. Ну вот. Этот также входит. Это все дело зафиксировать. Друзья, здесь вот у нас есть отверстие. Скорее всего, возможно. Надо вот сюда установить штырек маленький, и потом в это отверстие просунут. Но я боюсь, что если мы это сделаем, вот этот наш механизм перестанет работать, потому что штырек будет цепляться за нижнюю часть. Ну, вот таким вот образом инструкция предлагает сделать вот этот рабочий механизм. Таким вот образом он будет у нас двигаться. Так, ну, мы сначала сделаем, оставим на просушку на ночь. Вот, а там уже будем разбираться, как это работает. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Я что, зря двигатель делал так, чтобы его можно было открыть и посмотреть. Ну что, друзья, давайте я покажу вам весь этот механизм, который мы сделали. Как он выглядит у меня. Вот. Да, конечно, вот эти загнутые кончики, они малоэстетичны, но более надежны, что они здесь останутся и в итоге не выскочат оттуда. Так, и давайте мы соберем этот... Соберем весь этот механизм целиком. Как он должен выглядеть. Я вам очень советую вот эти отверстия, куда я просовываю вот эту деталь, расширить. Потому что, когда вы ее будете просовывать туда, здесь утолщение и здесь утолщение, она вот тут на кончике может поломаться. Что у меня нечаянно практически произошло. Ну, я вовремя остановился. Музыка 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 друзья здесь я зачистил от краски не нужно было ее что наносить для того чтобы хорошо приклеить задняя стенка но друзья прекрасно все встала и не пришлось отдирать краску нет чего по крайней мере борта здесь тоже должны ровно встать на свои пазы друзья смотрите по поводу механизма который я сделал вот он у меня получился рабочим вот пока не знаю наверное клеить вот эти вот штыри вот свои пазы я не буду потому что если их приклею то скорее всего двигаться не будет вот такая вот у нас получилась система которая поможет кабина откинуть вопрос в том что в инструкции очень скажем так по-другому немножко как бы вот эти детали они почему-то другие со штыречками вот на самом деле есть такие детали со штыречками которые вставляются вот в эти пазы и на них травление не сажается просто скорее всего такая небольшая неточность но на всякий случай я на сто процентов не уверен что я правильно сделал вы вы показано не повторяйте дождитесь когда я закончу вот эту систему всю целиком здесь все установлю и установлю на кабину точнее наращу кабину и саму кабину поставлю на раму или хотя бы примерю и посмотрим действительно ли это работает потому что я когда буду ставить мордочку вот сюда вот переднюю часть кабины то возможно передняя часть кабины когда будет выпирать она не даст вот эту механизму нормально функционировать поэтому дождитесь а потом уже если вдруг вам подойдет такой вот вариант делайте насколько я помню в интернете я нигде не нашел ни одного фильма в котором показано как делается вот эта откидная кабина поэтому это как таковой наверное скорее всего первый фильм поэтому не торопитесь заменим эту решетку на более такую похожую он 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 а он он вот Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Для того, чтобы создать дополнительную шероховатость поверхности, чтобы краска легла лучше Прогнал «Симон» Прогнал «Симон» Думаю, так будет получше Для того, чтобы травление село ровно, вот эти вот типа болтиков, такие вот пупырышки, надо будет срезать Не обязательно удалять весь этот элемент По большому счету он сделан приблизительно, в травлении он показан более детально Смотрите, чтобы клей не попал на сеточку, только на края И давайте клей столько, чтобы он не вылез из сетки с обратной стороны Клей-гель дает возможность и время спозиционировать так, как нам нужно И придавливаем чуть-чуть для того, чтобы сцепление было лучше На педальку установим накладочку, чтобы было более интересно Вот еще одна педаль, друзья, о которой вы спрашивали Субтитры создавал DimaTorzok Очень надежное соединение Вот такая вот ниша с таким толстым большим посадочным местом И заходит прямо в притирку Очень прочно будет держаться руль ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для начала мы удалим вот здесь держатель ремня ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Это у нас держатели ремней безопасности Сами ремни безопасности Вот мы их сейчас сконфигурируем по месту, чтобы потом одновременно их закрасить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом сборку я приостановлю, потому что времени уже ушло много, Я немножко заработал, что я немножко заработал, я немножко заработал, заигрался, так сказать, с этим травлением, с этим травлением, со всеми этими делами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Увидимся в следующей серии. Пока!